Приветствую вас, вы пишите о том, что проблема у вас возникла. То есть, она у вас, эта проблема, да, она возникла. Какое-то время и время ее не было, да, а потом она возникла, данная проблема. И теперь вас эта проблема беспокоит. Соответственно, если такое было не изначально, да, то есть, если вот изначально все-таки у вас не было такого, да, вот. Если вы все-таки изначально такой проблемой не страдали, да, если у вас раньше не было такого рода проблем, вот. То, соответственно, что-то произошло такое, что, значит, сделало эту проблему реальной. И было бы здорово, если бы был проведен анализ вашей жизни, где мы бы увидели, собственно говоря, с чем мы имеем дело. Собственно говоря, чтобы мы увидели, что происходит, чтобы мы увидели, поняли, определили, что произошло с вами. Почему вы начали бояться людей вдруг внезапно, вот. Почему вы вдруг внезапно начали избегать людей, вот. Ну и здесь, конечно, вот. Поскольку вы ничего не рассказываете о себе, да, поскольку вы ничего не описываете, то, ну, предположите, что дело все в свадьбе, которая на вас надвигается. Да, то есть, вы боитесь, возможно, боитесь этой самой свадьбы, вот. Возможно, вы боитесь, ну, вот этого, этого самого события, которое произошло. То есть, что вам, ну, условно говоря, ваш жених сделал вам предложение, вот. Вы, соответственно, это предложение приняли, ну, а как можно было по-другому, да. Вот, но с тех пор, возможно, вас мучают. Такая вот социофобия, да, можно так сказать. Вы боитесь людей. Вот. Вот. И, собственно, это происходит не случайно, вот, в силу того, что, вероятно, вы испытываете давление со стороны людей. Вот. Люди давят на вас. Почему так происходит? Я, конечно, не знаю. Вот. То есть, почему вы, ну, условно говоря, так, ну, если можно так выразиться, да, почему вы поддаетесь на давление? Давление со стороны людей, да. То есть, если вот делаете что-то против своего, или, возможно, это связано с неуверенностью в себе, с стеснительностью, которая, возможно, всегда была у вас но, которая стала давать о себе знать откровенно сильно только вот после того, как вы приняли предложение, или после того, как начали, допустим, понимать, что вы не свободны уже, что ваша жизнь будто бы вам не принадлежит, вот, а вы, к примеру, там, что-то не доделали, да, а вот в твоей жизни что-то вот, ну, может быть, чего-то вам хотелось бы еще в жизни поделать. Вот. Понятно, что это предположение, но, как бы я сейчас говорю о том, о том, что ваш жених, да, он болезненно реагирует на то, что вы не хотите общаться с ним, болезненно реагирует на то, что вы избегаете как-то его, вот. А это, в общем-то, ну, довольно серьезный показатель того, что человек вас не принимает до конца, такой, какая вы есть, и что человек сам себе, сам себе, да, такого человека не уверен, даже, к сожалению, вот, и это вопрос к вам, да, вопрос к вам к тому, как вы выстраиваете отношения, в том числе, отношения с мужчинами, да, как вы их, как вы позиционируете себя с мужчинами и так далее. Ну, я думаю, что это, это, этот мужчина, он у вас, эээ, для вас имеет какое-то, эээ, знаете, ну, особое отношение, мне так вот, ээээ, скажем. Вот. И мне, в общем-то, думается, что, ээээ, слишком сильно вы к нему, вот, вот, привязались, да, слишком, 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 ээээ, слишком, ээээ, сильно вы, эээээ, в нем нуждаетесь. Во-оот, ну, в мо-оот, мужчина, и, ээээээ, это нужда в нем, она одновременно вас пугает, и в то же время мажет. Вот. Опять же, да, опять же, да, я, конечно, могу ошибаться здесь, это, то, что, что делают, эээ, дикие психоанализм, потому что, никакой информации о себе вы не предоставили, вот, я надеюсь только на то, что вы как-то вот расскажете более подробно о себе, вот, я надеюсь, что вы свою историю более подробного вы вложите, вот, чтобы мы могли все-таки помочь вам, чтобы мы могли все-таки что-то порекомендовать, вот, ну, вообще, я надеюсь, что социофобия, вот, в той или иной форме возникает тогда, когда человек, условно говоря, не имеет личных границ, вот, а, ну, что-то, боится, а, ну, боится личных, личных границ, вот, боится их, а, не уважает их, вот, и, а, а мы с ним, с такой подозрительностью, да, то есть, человека, человека, как-как бы, ну, не приучили, а, вот, личные границы, ну, чтобы соблюдать свои, ну, вот, вот, в принципе, именно поэтому все люди, которые, значит, встречаются, допустим, вам на пути, да, все люди, которые вам, ну, которых вы видите, которых вы встречаетесь в своей жизни, все эти люди, они, о-о-о, не будут вам, ну, условно говоря, какую-то угрозу, вот, и, вы не знаете, что вам вообще с этой угрозой делать, да, так что, есть люди, люди угрожают, люди чего-то ждут, люди чего-то, значит, требуют от вас, вот, а вы не знаете, как вам постоянно это реагировать, вот, возможно, вы привыкли, что за вас отвечают, вот, ну, многие вещи так отвечают, вот, вот, и опять же, опять же, до определенного момента это было хорошо, до определенного момента это было здорово, до определенного момента это было полезно, но в какой-то, вот, какой-то момент, да, Да, вы подтвердили, что это, ну, чересчур на вас дарит. И, поняли, что возможности выйти из этого состояния, да, возможности, у вас тоже нет. Вы поняли, что не можете ничего изменить. Вот так вот, в принципе, и развилась ваша история. Мне так кажется. Значит, соответственно, вы пишите, да, что не можете себя побороть. Правда в том, что побороть, именно побороть, ну, именно побороть себя, наверное, не нужно. Почему? Потому что, ну, ничего, ничего хорошего из этого не будет, если вы будете себя стараться побороть. Именно потому не будет ничего хорошего, что ваши желания, которые, которым вы сейчас не прислушиваетесь до по той или иной причине, ваши желания, они будут даваться себе в нас. Вот. Чем дальше, тем больше. Поэтому нужно не подавлять, а раскрывать свои желания, раскрывать свои потребности, да, смотреть, то, что вы боитесь общаться с людьми. Сейчас это всего лишь означает, что ваша психика, да, она пытается вас защитить подсолнение, пытается вас защитить, с другой стороны, может быть. У вас такое было всегда, но тогда непонятно, почему молодой человек, ааа, вас начал реагировать очень сильно. То есть, в этом случае, по идее, он должен, ааа, принимать вас. и любить такой, какая вы есть. Такой, какая вы есть. В этом случае, он должен, был, принимать вас и любить такой, какая вы есть. А вот он этого не делает, и это, в общем-то, ну, это, тоже вопрос, к вам вопрос. Почему так? Так. Так получилось. Получилось. Вот. Я думаю, так можно вам ответить на ваш вопрос, да, вы пишите, что делать, да, что делать, чтобы что. Ну, задаю я вам встречный вопрос. Ну, значит, побороть это не вариант, потому что, ну, я объясню причины, не буду постараться. Вот. Так что определитесь с целями, и, собственно, дальше уже нужно будет думать социофобия. Корректируется социофобия. Это, конечно, мы можем назвать это болезнью, да, но в этом, в двух случае, хочется верить, что это все-таки не болезнь, а такое просто защитное состояние. Вот, соответственно, выберите себе психолога и поработайте более подробно над своей проблемой. Я думаю, вам это поможет. Пока просто посмотрите, насколько вы ориентируетесь на людей, да, и насколько часто вы, например, подавляете свои чувства для других людей, руководствуясь именно другим, ну, тем, что, как удобно быть другим людям. Вот. Я думаю, что если вы увидите в себе вот эти проявления, то ночью, наверное, будет. Если нет, ну, нужно поискать, посмотрим, я уверен, несколько еще другие причины, потому что на основании такого маленького текста не представляется возможным дать какую-то более точную рекомендацию вам. А вам нужны не рекомендации, а именно психотерапия. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Будро помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!